Привет, я устроился на работу вахтой на рыбное производство от компании «Главная смена». Это аутсорсинговая компания, у которой повышенные ставки на разных объектах. Если вам не понравится работа, то всегда можно перейти на другой объект. Общежитие находится в Москве, и еще я сегодня опрошу действующих сотрудников, которые работают уже не первую вахту. Вот общага Ангарская, 15-я, в Москве находится. И предприятие, и общежитие на территории Москвы. Это хорошо. Хостел с 12 до 6 утра закрывается, да? Да, обязательно. Потому что ночью неизвестно, кто может прийти. Пьяный человек, может быть под чем-нибудь. Поэтому мы обязательно закрываем. Все, понял. А если курить, то где ночью? Курить обязательно. А, ночью нигде. С полуночи до 6 утра нигде. Понял. Итак, ребята, все, я заселился в общежитие. Мне выдали постельное белье, ну такое чистое. Общежитие работает... А, с 12 до 6 утра общежитие закрыто. Покурить не получится, да? Нет. Ясно. Но зато здоровее будешь, да? Так, вот, ребята, общежитие. Здесь я буду жить, ночевать. Так, график уборки комнат тут есть? Да, сейчас уборка будет. Сколько тут коек вообще? Раз, двухъярусных. Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть двухъярусных коек на 12 мест получается. Молодильник плюс чайник. А тут все места заняты? Сегодня я уезжаю. Раз, два, три. А ты вахту отработал уже? Переработал уже. Серьезно? Да. Сколько дней отработал? Сколько смен? На 45 и 47 уже отработал. Короче, мне повезло. Нижнее место свободно. Я походил по общежитию и снял обзор. Как выглядит дождь, как выглядит кухня и так далее. Но сам обзор общежития разместил в конце видео. Так как все общаги примерно одинаковые. Итак, мне с койкой повезло, как видите. Освободилось нижнее место. И койки здесь очень широкие. Они нестандартные. Обычно в хостелах и в общежитиях очень узкие койки. Здесь ширина реально большая. И они не скрипят. Они очень устойчиво сделаны. Я бы здесь жил. Во-первых, здесь светло очень. Реально очень светло. Это чувствуется. Окна очень большие. От общежития до производства идти 35 минут пешком. Но люди ездят на автобусе, общественном транспорте. Примерно от 5 до 10 минут ехать. До рыбного предприятия. За смену выходит 3000 рублей. За ночную смену 3200. Я считаю, очень даже неплохо. За сутки выходит, короче, 6200 рублей. Сейчас минимальная вахта на данный момент. 45 смен. Если вы работаете на вторую вахту, приезжаете, то можно меньше. Там, по-моему, еще мотивация есть. Доплата за то, что вы приезжаете на вторую вахту. Сейчас я, конечно же, попробую поговорить с жильцами и спросить их мнение. Приветствую. Как тебя зовут? Миша. Слушай, ты давно здесь работаешь на рыбном производстве? 12 дней уже. 12 дней уже. А как нашел вообще эту работу? Я приехал в Шереметьево. Я хотел устроиться туда. Меня не взяли и предложили поехать сюда. Я приехал сюда. А по какой причине не взяли? Из-за документов, то, что у меня там не было печатей в военном билете, меня не взяли. А, там проверка слишком сложная. А здесь тебе сколько обещали зарплату в день? Дневная. Смотря в какую смену, если выходишь в день, 3 тысячи, если в ночь, 3 200. Сутки 6 200? Да, сутки получается 6 200. А трудоустройство официально? Да, ты подписываешь бумаги, заполняешь. А ты из какого города? Канаж. А, Канаж? Да. Ничего себе. А сколько тебе лет? 19. А, 19, да. Это твоя первая вахта? Да. А до этого где работал? Я не работал, так подрабатывал и учебой занимался. А, в принципе, в общежитии тебя все устраивает? Да, все хорошо. Сейчас холодильник поставили, чайник дали. Все хорошо. На кухне все есть, все работает. А за 12 дней здесь что-то происходило необычное? Ну, там, не знаю, кто-то выпивал? Да нет, вроде все спокойно. Все спокойно, все тихо. Да. Чем вас там кормят на производстве? Там же столовая есть? Там есть столовая. Если ты работаешь в дневную смену, тебя кормят, по-моему, два раза. Там завтрак и обед. Но я не знаю, я в день не работал. А ночью, если ты работаешь ночью, вам приносят там такое помещение, есть типа кухня, там все сидят. И вам к кухне приносят еду, получается, в контейнерах. Там в основном второе, но раза два в неделю дают еще первое. Первое, второе получается. Отлично. Кофе, чай, салат входит в отдельное... Ну, его считают отдельно, за салат надо платить. Потому что мы идем к кадровым стандартам, в кадровый стандарт не входит в салат. А тебе сделали первую трудовую в твоей жизни, получается? Тебе сделали электронную или какую? Бумажную. Скорее всего, электронную. У тебя теперь есть трудовая книжка, можно сказать. По-моему, да. Точно не узнавал по счету этого. А, сколько у тебя было за 12 смен выходных за это время? Это второй выходной. Второй выходной? Да. В неделю. На прошлой неделе в среду я выходной брал, и вот на этой неделе мне дали выходной. Мне сказали, плавающий выходной, но получилось то, что оказывается... Ну, примерно раз в неделю. Да. В воскресенье, например. Нет. Получается, в выходной записываешь ты в понедельник. Да, в понедельник. Пишешь, на какой день тебе нужно, с какого... Ну, фамилию пишешь, какой цех, дату пишешь, на какое число тебе нужен выходной. А конкретно чем ты занимаешься на работе? Что делаешь? Я стою на упаковке, девушки собирают там в коробке крабовые палочки, потом они дают коробку нам в коробке, и мы их закрываем, клеим этикетки, складываем. Это не тяжелая штука? Да нет. Просто надо привыкнуть. Иногда ты встаешь вместо женщин за конвейер, там когда как поставят. Ну, ничего сложного нет, просто надо быстро руками работать, чтобы руки привыкли к этому. А перекуры каждые сколько минут? Ну, как вы коллективом с своим договорились, с какого будете работать. То есть, если работа не такая, ну, не так много работы, не так быстро конвейер работает, то там, если у вас четыре человека, двое, например, час работают, пока они час работают, другие отдыхают. И потом вот так смен, ну, меняетесь по очереди. А если быстро, там побольше людей дают, и вы там уже каждые полчаса, например, по два уходите. Работа с 8 до 8, 12 часов. Ну, да. Из них один час примерно, наверное, обед. Да. А на работу на чем добираетесь? На автобусе. Сколько стоит проезд? 67. Ты тройкой оплачиваешь или карту приказываешь? А зайцем не ездите? А пешком идти? Кто-то может ездить, я не знаю. Пешком идти где-то минут 35, да? Ну, да, плюс-минус. Ну, пешком, наверное, мало кто ходит. Не знаю, не могу сказать. Наверное. Горячая вода в душах идет бесперебойно тут? Да, все есть. Горячая, холодная. Ты завтракаешь здесь именно в общежитии? Я перед работой, получается, там, покушаю, чай попью, ухожу на работу, вот с утра прихожу, тоже чай попьют. Ну, перекушу что-нибудь и ложусь спать. А вечером что-нибудь готовишь после работы? Нет. Я с утра прихожу, что-нибудь перекусил, спать, проснулся, покушал, ушел на работу. Минимальная вахта тут 45 дней? Да. Ты будешь 45 дней отрабатывать? Да. А как думаешь, на следующую вахту приедешь или пока в раздумьях? Пока неизвестно. Я не могу сказать это, потому что у меня повестка в армию, возьмут, не возьмут, не знаю. Но если не возьмут, то я приеду. То есть, возможно, в армию пойдешь? Да. Ну, все, в принципе, тогда вопросов нету. Спасибо. Орегато, как говорится. Так, мы пообщались с Мишей, все было четко, он рассказал все как есть. Переходим к другому Мише. Да. Тебя тоже Миша зовут? Да. Я понял. Слушай, тебе сколько лет? Мне 30. Ага. Ты давно в этом предприятии работаешь? Первый месяц. Ты уже отработал вахту, сегодня ты уезжаешь. Да. Я тебя поздравляю, кстати. Да, хорошо. Когда тебе придет зарплата? Тебе сказали? Сразу после вахты или через несколько дней? После вахты. Ну, сегодня среда, значит, сегодня я должен. Основную сумму. Основная сумма, да? Да, у меня подработки были. Сколько вы здесь отработали вахту? Сколько смен? 45. 45, да? И сколько вы получили за 45 смен? Я еще не получала абсолютно ничего. Расчет-то после вахты. А, понял. Это ваша первая вахта? Да. Сколько обещают примерно за 45 смен? Ну, где-то в районе 130 где-то будет, девочки. Нормально, кстати. Где-то вот в этом районе. Я еще не считала даже. Я буду считать после, в общем, все это. А вообще в целом вахта понравилась? Да, работать можно. Коллектив, куда я попала, присердно, мне понравился. Девочки в комнате тоже хорошие. В целом можно работать. Выбор всегда есть. Как думаете, если вот 130 тысяч получите, то, ну, я уверен, получите, еще приедете на вахту? Просто у меня семейные обстоятельства такие, что я ничего загадывать не могу. А, понял. Заранее не буду загадывать. Я ехала, да, с намерениями на год. А, ясно. Хороший бригадир у нас, кстати. Да? Да. Практически для нас всех вторая мама. Но работа тяжелая, наверное, все равно. Ну, не без этого. Ну, ящики мы не таскаем, естественно. Ага. А конкретно что вы делали на производстве? Пресервный цех. А, присервный цех. Да. Селедка там. А что там нужно делать? Я была на обшкуривании селедки. Обшкуривание рыбы? Да. Это кожу снимать? Да. Ничего себе. Ну, все, спасибо. Угу. Пожалуйста. Какого города? С Оренбурга. Из Оренбурга. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Щепет Галейна. Вы здесь давно работаете на рыбном производстве? Давно. Это ваша первая вахта или нет? Нет, уже третья в этой компании. Первая вахта у вас сколько смен длилась? 45. 45. И сколько вы заработали за 45 смен? Так же 130? Ну, где-то 130, даже, наверное, побольше. Авансы тут выдаются каждую неделю? Да. Тут, наверное, еще есть акция «Приведи друга». Конечно. Вы кого-нибудь приводили или пока еще нет? Нет, не приводила. Ну, можно привезти? Конечно. Поеду домой, привезу. Если желающие найдутся, конечно. Конечно, найдутся. Работа нормальная. Третья вахта ваша. Сколько вам еще смен осталось? Ну, мне только 10 смен. Я только приехала недавно. Как думаете, на четвертую вахту приедете еще? Конечно. Это значит, что все устраивает? Конечно. И общежитие устраивает, и бригадир устраивает, и работу сама устраивает. А бригадир у вас мужчина или женщина? Женщина. Отношения хорошие? Очень даже. То есть нет такого, что кто-то там подгоняет, как на других вахтах бывает? Сами знаете. Нет. Нет, а зачем подгонять? Ну, слава богу. Мы свою работу знаем. Это хорошо. Отношения очень важны на работе? Конечно. Очень. Чтобы с уважением относились? Конечно. И на работе, и в общежитии, и бригадир, и в комнате, чтобы было все ладно. Туда, на рыбное производство, вы ездите на автобусе, верно? Да. На работе нужно быть в 7.30? Ну, в 7.30, можно в 7.20. И подъем, получается, наверное, здесь где-то в 6.30? Возможно, даже в 6.00. Да? То есть, чтобы успеть там попить чай и так далее? Конечно. Да, кофе, чай. А вы с какого города? Курская область. Скажите, пожалуйста, как вас зовут Ивас? Меня зовут Илона. У меня Любовь. Вы давно работаете в компании «Главная смена»? Я работаю второй год. Вы бригадир? Бригадир. А вы? Просто работник. А чем вы занимаетесь на работе, можете сказать? Да, я работаю в цеху полуфабрикатов. Мы изготавливаем и упаковываем крабовые палочки. А бригадир чем занимается? А бригадир занимается оформлением на работу. То есть у бригадира свои заботы? Да. Тоже нелегко, наверное, да? Ну, справляемся. Девочки у меня хорошие, ответственные, доброжелательные. На работе их хвалят, особенно полуфабрикатов. А у вас это какая вахта уже получается? Третья. Третья. То есть если вы приезжаете на третью вахту, это значит, что вас все устраивает? Конечно. Меня устраивает стабильность. Это во-первых. Во-вторых, здесь и питание, и действительно нормальные отношения, и работа, которая нравится. Вы из какого города? Брянская область. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я менеджер на данном объекте на рыбзаводе. В данной компании работаю достаточно давно. На данном объекте работаю уже ровно год. В компании главной смены вы уже на разных объектах попробовали поработать? Да. Как происходит процесс оформления человека? Он пришел на работу? Как быстро он выходит? Сначала кандидат проходит медосмотр, и только потом идет процедура допуска к работе. И на следующий день утром он приезжает на рыбзавод вместе с нашим бригадиром, и уже проходит непосредственно все этапы, то есть это заполнение анкеты, кадровых документов. Потом инструктаж проходит, также получает форму на заводе, ящичек. Также идет экскурсия у них в цехах, в тот цех, который они непосредственно идут работать. После этого получает пропуск, и на следующий день уже может выходить на работу. Сотрудники каждый день получают чистую форму, да? Да, обязательно они получают форму. Там у нас есть рубашка, брюки. Если есть холодные цеха, они получают теплую жилетку, обязательно форму. Все это выдает у нас непосредственно на завод. И все это бесплатно, из их кармана, это ничто не удерживается. Так, оплата за сутки сколько получается? 6200? Да, за сутки получается 6200. Дневная смена 3000? 3000, ночная 3200. Обед предоставляется как в дневную смену, так и в ночную смену. Сколько у вас премии за перевахтовку и за акцию «Приведи друга»? В разный период времени она разная, но от 5000 рублей. То есть не меньше 5000 рублей сотрудник получает бонус. Также за перевахтовку, также за «Приведи друга». Билет оплачивается? Да, конечно. У нас есть компенсация проезда. Если сотрудник приезжает сам своим ходом за свой счет, при предоставлении билета до 3000 у нас идет возврат человеку с дорогой. За вахту 45 смен, зарплата 130 тысяч рублей официальная получается. Ну, примерно выходит, да? И могу ли я сам снять жилье с другом и получать выплату за отсутствие моего в общежитии? Конечно. Конечно. Есть компенсация за проживание 200 рублей. 200 рублей в день? 200 рублей за смену. То есть от вашей отработанной смене добавляется сумма 200 рублей. То есть я могу снимать комнату, например, или квартиру с друзьями и работать на рыбном производстве? Конечно. Средний возраст линейного персонала какой? Ну, вообще берем с разным возрастом, но надо уже смотреть непосредственно на человека. То есть бывает человек и в 40 лет не может работать, но так в среднем берем до 55 лет. Бывают исключения, но это уже непосредственно надо с каждым человеком лично общаться и смотреть, сможет ли он работать у нас, либо нет. А чаще по какой причине люди уходят с работы и увольняются? Ну, самая распространенная причина – это по состоянию здоровья. То есть и некоторым людям в связи возраст 55 лет уже начинается давление и очень тяжело работать с уточными сменами. А бывают люди, которые просто уходят, допустим, им не понравилась работа? Конечно, бывают. Бывают, допустим, до обеда уже уходят. Такие есть? Или в первый же день? Ну, конечно, есть такие люди. Понятно. Люди бывают разные, мы все разные. Или в середине вахты, например. И такое тоже бывает. Вот есть люди по-любому, которые до конца вахту отрабатывают, получают 130 тысяч рублей за 45 смен. А есть люди, которые уходят в первый же день, либо на середине вахты. Вот что с такими делать? Конечно, есть такие люди. Если это уважительная причина, у людей бывают разные проблемы. Бывает здоровье, бывает срочная служба, либо еще что-то в этом роде. То без проблем они предоставляют всю информацию, мы их рассчитываем, они в срочном порядке уезжают домой. Есть также по неуважительной причине. У нас также предусмотрены в таких случаях санкции. То, что затратила компания, она это с них удерживает. Также они получают в полном размере свой расчет. То есть, если человек в середине вахты уходит, то есть он получает столько, сколько отработал. Да. А уважительная причина какая считается? В первую очередь это состояние здоровья человека. То есть, бывают такие случаи, что человек не может работать, ему тяжело. У нас есть здравпункт, у нас рядом здесь есть больница, где они могут непосредственно взять справку. Ну, также мы тоже видим состояние здоровья человека. Вот, ну, понимаете, непредвиденных ситуаций очень-очень может быть много. Мальчика в армию у нас забирали также, он получил полностью весь расчет свой. Не с кем оставить детей, мамы возвращались домой. Ну, ситуации бывают разные. То есть, конкретно с каждым человеком все это обговаривается, все это решаемо, то есть проблем здесь никаких нет. А вот в ваши обязанности что входит как менеджера? Непосредственно общение с людьми, общение с персоналом, общение со всеми цехами, с мастерами. Финансовая часть также, заселение, выселение. В принципе, вся работа, которая у нас есть, это все касается меня, все закрепляется ко мне. Вот на рыбном производстве какие должности существуют вообще для мужчин и женщин? У нас девочки работают обработчиками рыбы, мальчики работают подсобными рабочими. Но, когда, допустим, девочек не хватает, мальчиков могут поставить на обработку рыбы. То есть, в этом нет ничего страшного. Вот. Ну, что это такое в целом? У нас девочки упаковывают рыбку, ну, не только рыбку, крабовые палочки, морепродукты, фасуют ее, также делают обшкурку рыбы. Физической работы как таковой нет, то есть, стоят в основном на лентах. Также маркировка коробок, заклеивание коробок, в принципе, все. Там холодно вообще на производстве? Нет, нет, в цехах не холодно. Есть отдельные морозильные цеха, где работают непосредственно с морозкой. Ну, опять же, я уже говорила ранее, что им выдают курточки, теплые жилетки, но мы там не работаем. А средний возраст сотрудников сколько примерно лет в основном? Ну, от 35 до 55. А самому младшему сотруднику? 18 лет. А, 18? Да. Девушка или парень? Был парень, сейчас девушка. Ну, вот я сейчас с парнем общался, ему 19 лет. Да. И подробный обзор общежития я оставил в конце для тех, кому важно посмотреть место проживания в мелочах. Так, вот туалет. Кстати, горячая вода тут есть. Всегда. В отличие от тех общак, где я жил в Московской области. И предприятие, и общежитие находятся внутри МКАДа. Это очень хорошо. Так, напор хороший, как видите. И сразу пошло горячее. Тут рядом жилые дома стоят, обычные. Вот душевая кабина. Здесь кто-то моется. Горячая вода тоже очень хорошо идет. Да, тут кто-то моется, даже открывать не буду. Вот выход из общаги. Запасной, насколько я понял. Тут крыльцо, люди курят. И кухня тут еще есть. В кухне есть холодильники. Вот, что в них? Гречка, яйца. Классика. В холодильнике не так сильно забиты. Это хорошо. Микроволновка. Работает. Вторая микроволновка работает, интересно. Да, тоже работает. Еще одна микроволновка есть. Плиты. Здесь три комфорки. Три и три. Общая девять получается. Вытяжка тоже работает. Вытяжка включена. Тут тоже горячая вода есть. Три раковины. Все контакты для трудоустройства я оставлю в описании под видео. Звоните или же пишите. И еще я перечислю некоторые факты. Устроиться на работу очень просто. Сначала оформление в офисе, главная смена, и потом заселение в общежитие. После заселения в общежитие нужно ехать в медцентр для прохождения профосмотра. Затем утром следующего дня, после подтверждения возможности вести трудовую деятельность, нет противопоказаний после профосмотра, можете идти на оформление на завод. С 1 сентября ставка вырастет, и сейчас действует акция за приезд до 15 тысяч рублей, которая выплачивается в конце вахты. Продолжение следует...